Дорогие друзья, мы находимся в Даунтауне, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Это каждый приезд. Через полгода нас удивляет и шокирует все больше. Вот зашли в какое-то здание, я не могу вам назвать. Мы ездим в какой-то чужой отель крутейший. Может это даже не отель, может это жилое. Может жилое, сейчас пойдем узнавать. Вот такая вот архитектура. Посмотрите, все скошенные, даже не знаю, балконы или все. Вот так вот. Скошенные. Туда не пускают, пока закрыто. Видите, еще грязно и, ну, как бы недостроено. Вот Бордж-Халифа. Вот рядом строят еще один какой-то небоскоп. Вы видите все, какие здесь архитектурные. изыски. Вот еще краны еще даже не убрали. И по бокам огромные газовые лифты. Ну, подвозят, наверное, огромные стекла. Застекляют, остекляют этот небоскреб. Да. Даунтаун. Вот такая вот архитектура. Я не знаю, что это. И так же еще этот троманат и этот переход какой-то безумный. И какой-то безумный коридор. Мы уже час крутимся по кругу. По кругу и непонятно, что это и куда. Покажи ланки эти. Люди ходят. Ну и мы. Скамеечки. Вон, скамеечку покажи. Скамеечки, да. Ну что, не любишь? Все ходят? Вот так язву. Ладно, пошли дальше. Едемал. Вога пытается видеть вершину Хмарачоса. Эмар, Дубай. Вы думали, что они под углом, а это чисто обман зрения какой-то. Не все балкончики оказываются ровными. Пока стройка. Скоро приедем, уже все будет готово. Приедем открывать, тестировать. Еще одна, судя по всему, Хмар строит. Да, их стиль постройки. Даунтаун Дубай. Каменные джинли. Так. А где же Борож Калифа? Это же надо. Даунтаун не потерять Борож Калифа. А вот она, Вадима. Спряталась. Иди сюда, иди сюда, сюда. Я нашел кусочек родины. Смотри, это украинский чернозем. Да, такое же чернозем, если он коричный. Наша земля. Так он посохал, и сейчас пойдет. Будет черный. Хм. Какweed. Один. Солнце. Каждый раз, в очередной раз приезжая, начинаешь все заново смотреть, ориентироваться, искать подходящую локацию и реперные точки, смотреть к чему бы привязаться. Потому что все меняется, как говорится, на глазах, ну поскольку не на глазах, а через полгода приезжаешь и все здесь по-другому. Друзья, хочу вам сказать пару слов. Дело в том, что здесь, здесь, из всех туристов, наверное, только мы вдвоем можем побывать и вам все показать. Здесь никого нет вообще. Туристы здесь не ходят. Могу поспорить на 100 долларов. Только специально не приезжаете сюда, чтобы выиграть у меня 100 долларов. Да. Ну вот, если бы мне кто-то объяснил, зачем вот этот зубоврачебный или какой-то другой кабинет посреди улицы. Посреди улицы. Смотри, какие конструкции. Конструкцию покажу, смотри. Я показываю, показываю. Вон же поршень гидровый. Вот зачем это? К чему? Да. А вот вам такой же, как Марина, небоскреб в Сингапуре. С перемычкой и там бассейн с переливом. Да. Да. Но вот эти вот светильнички меня озадачили конкретно. Жду, дорогие друзья, от вас предложения с возможными вариантами. Что бы это значило? Посреди улицы, напоминаю. В центре Дубая. Дубай. Даунтаун. Ну, вы видите, да? Ну, вон же он. Кто? Памятник. Какой? А, и дерево такое? Да, дерево такое. А вот же оно дерево. Вот дерево. Вон памятник. Это у них памятником называется. Это у них памятником занес. Только он не персонализированный. Смотри, какая аллея. Пальмовая аллея. Ну, я думаю, так не хуже, чем в Лос-Анджелесе, нет? Я думаю, лучше. Думаешь, лучше? Да. Ты памятник показал? Да показал. Вот это, вот это памятник? Универсальный памятник. Его можно называть в честь любого. Чтобы не стеснить. Дорогие друзья, плюс к этому зубоврачебному кабинету, стоматологическому, посреди улицы, еще хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого памятника. Чтобы все это значило. Еще раз вблизи. Да, фасад, архитектуру вот этого вот небоскреба. Хотелось бы разглядеть. Ячейки. Квартир. Или это номера. Номера в отелях. Настольные лампы огромных размеров. Посреди улицы. Да. Если бы еще генеральный архитектор всего этого придуманного объяснял бы свои мысли всем остальным, и все свои задумки, а то это довольно тяжело воспринимается, дорогие друзья. Уже кажется, что это какое-то издевательство. Но просто над здравым, обычным, серым, здравым смыслом. Ну, всем-то вообще пофиг. Все ходят просто так. Ну, есть и есть. Ну, а люди с таким аналитическим мышлением, как у Задонова, ну, это же редко бывает, у покойного Михаила Задонова. На каждом шагу у них возникают вот такие вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!